Всем привет! С вами снова Дмитрий Кузьменко. Начинаем съемки второй серии нашего шоу «Создание русской озвучки для Stanley Parable». Итак, что мы имеем? Во-первых, я поиграл в игру как следует. Не просто посмотрел, как пару дней назад, а поиграл. Игра просто изумительная. Очень странно, что я ее пропустил. Но я советую вам ее пока не смотреть, потому что давайте дождемся русской озвучки. Потому что играть в нее без русской озвучки – это вообще странно. То есть я еще могу понять тех, кто играет в Fallout без русской озвучки, читая субтитры. Потому что, ну, помимо сюжета, там есть еще сильная RPG-составляющая. Я как фанат RPG-игры не могу ее не оценить. Но The Stanley Parable – это игра, где… Это такой арт-хаус в мире игр. То есть там именно важна атмосфера, важен звук, важен голос. Читать субтитры в этой игре – это очень странно. Поэтому дождитесь русской озвучки от Strategic Music и тогда запускайте игру. Есть такое понятие – страх чистого листа. Это когда кто-то там, например, писатель, он садится за стол, и перед ним лист, и он не знает, с чего начать. И он боится. То есть он откладывает этот момент, когда у него есть вот перед ним… Он знает, что вот он сейчас должен сесть за стол, перед ним будет чистый лист, и все. И не знает, что делать. Ну, как бы это есть у всех творческих людей. Не обязательно это у писателей, это у композиторов, когда у тебя там, ну, не знаю, кто занимается музыкой. Есть Cubase программа такая, да, и там вот как бы все пусто, и вот ты должен что-то вот начать делать. Вот так же я сделал пару дней с этим вот, со своим чистым листом, со своей чистой табличкой, где ничего не было. Но все-таки решил сегодня приступить к переводу. Ну, я согласен с комментариями некоторыми, что, конечно, можно переводить по субтитрам, которые есть в игре. Но, в принципе, есть одно «но». То есть, все равно мне нужно слушать файлы звуковые, чтобы осознавать их хронометраж. Потому что одно из успешных условий внедрения озвучки в «The Stanley Parable» – это соблюдать хронометраж. То есть, наши фразы, а там на этом очень много построено, там драматургия выстроена часто на… Ну, вот именно, ну, с точностью до секунды, даже до полусекунды. То есть, не везде, но мне нужно соблюдать хронометраж. То есть, я не могу делать фразы длиннее, чем оригинальные, но могу короче. Ну, а зачем? Надо делать примерно один в один. Поэтому, в принципе, мне все равно придется слушать все файлы. Их 648, вот здесь видно. Но ничего страшного, я говорю, меня после дот уже ничего не пугает. В принципе, представьте себе, я в одиночку, практически в одиночку, в принципе, озвучил пол доты, над которой работала Valve, я думаю, там немеренно людей, включая сценаристов, режиссеров, композиторов и прочее. Ой, не композиторов, в смысле, а этих самых режиссеров, дубляжа и прочее, прочее, прочее. Так, так что не напугать нас ничем. Преодолев страх чистого листа, начинаем. Просто рандомно немножечко попереводим некоторые фразы. Ну и потом я отключу трансляцию, потому что я просто погружусь в работу, и на меня будет скучно смотреть. Пожалуйста, Стэнли, дай мне побыть здесь. Не забирай меня отсюда. Не уводи меня отсюда. Кстати, в игре в этой, как бы, наверное, те, кто знает, может быть, те, кто не знает, в ней концовок, наверное, 15 разных. И в ней нас... То есть это, ну, это можно сравнить с каким-то, с неким квестом. Но в ней настолько развитая система, вот, голосового звучания, хоть она, хоть вроде бы здесь и немного голосов, но немного в смысле самих реплик, ну вот 648, я еще раз повторюсь, это немного. Но это реально, вот я, честно говоря, впечатлен работой, скорее, сценариста больше. Ну, понятно, актер там тоже классный, но наш актер будет не хуже. Так, посмотрим, что дальше есть. Ну, вот этот босс, я проходил эту секцию с боссом. Войдя в офис своего босса, Стэнли снова был поражен. Наверное, так. Снова был поражен. Стэнли... Полным... Отсутствием признаков пребывания людей. Ну, давайте пока так, я даже отмечу, что перевод нуждается в корректировке. Так. Ты правда стоишь? Ты по-прежнему... По-прежнему... Кладовки. Просто стоишь... И ничего не делаешь? Серьезно? Вот так. Идем дальше. Очень классная игра. Может быть... Может быть... Может... Объяснишь мне? В чем дело? Я теряюсь в догадках. Да, кстати. Я немножко ошибся. Ну, как бы меня ввели в небольшое заблуждение. Тут все-таки не один голос. Тут есть еще женский голос. Но его на самом деле не так много. Тут есть два женских голоса. Один из них female narrator, то есть женский рассказчик. А второй голос, это голос, видимо, жены Стэнли. Он тут, наверное, есть. Да, вот вайф. А, всего три реплики на самом деле. Так что... Ну, это мы легко решим. В принципе, можно сказать, что все равно голос один. Ну, вот так примерно, ребята, происходит перевод игры. Видите, мне еще тут много чего переводить. Но на самом деле, вы поверьте, что я это дело люблю и сделаю все быстро. И к четвергу у нас будет достаточно материала, чтобы Иван Янович Ставиский был просто загружен работой. И долго мы его не отпускали со студии. Так что так. Это была вторая серия. Шоу. Как создавалась озвучка для Стэнли Пэрбол. Да, кстати, какое вам название нравится лучше? Ну, русское название. Вот смотрите. The Stanley Parable. Ну, Стэнли – это имя, the – это артикль, да. А Parable – это типа сказка, притча, там, не знаю, повествование. Ну, вот мне очень нравится сказание о Стэнли или сага о Стэнли. Ну, даже больше сказание о Стэнли. Так что рабочее русское название будет сказание о Стэнли. Ну, все, ребята, пока. Субтитры сделал DimaTorzok